Квартира Тамары Богдановой чем-то напоминает православный храм. В каждой комнате стены увешаны иконами. И все эти иконы созданы руками самой Тамары Владимировны. Вот уже 30 лет женщина занимается нетрадиционной художественной вышивкой. Так случилось, что у меня было заболевание крови и была клиническая смерть. Когда случилась беда, я очень молилась и просила Господа жизни для того, чтобы трудиться, прославлять свою землю, служить людям. В реанимации я взяла нить и стала творить. Вначале были пейзажи, цветы, а теперь вы видите иконы. Работы Тамары Богдановой не могут не поражать. Взгляды святых с объемных икон обращены в самую душу. И глядя на лики, трудно представить, что все это создано руками человека. Вышивка объемная идет, как Господь мне дает. Я делаю вначале крест, молюсь, конечно, крест, чтобы Господь благословил. И от этого начинаю свою работу. По нарастающей за счет многослойной вышивки идет процесс работы. И когда я работаю, я не должна ни с кем даже общаться, стараться меньше общаться. Поэтому получаются вот такие лики, как будто живые. Вместо ответа на вопрос о своей самой любимой работе Тамара Владимировна лишь пожимает плечами. Все, что я делаю, это я делаю. Прославляю таким способом Бога, служу людям и земле. Даже если я сделаю пейзажик, это все свыше дано. Например, то, что мы видим, это все от Господа. Поэтому все, что я не делаю, и цветок, и пейзаж, это не важно. Важно трудиться с молитвой и с любовью. Помимо создания объемных икон из шелка, атласа и бархата, Тамара Владимировна вышивает лики святых бисером. Сейчас женщина вышивает Николая Чудотворца в подарок своей дочери. На создание икон Тамара Владимировна тратит практически все свое свободное время. Но, несмотря на это, женщина находит возможность поделиться своими умениями с другими. Что такое ремесленник и творец? Творец – это тот человек, который творит по воле Божьей. Ремесленник это повторяет. Я хочу, чтобы те люди, которые увидели мое творчество, сделали так, чтобы я не могла повторить. Чтобы они были творцами. Часть своих работ Тамара Владимировна отдает в храмы. Кому-то они достаются в качестве подарков. И такие подарки бесценны. Ведь женщина вкладывает в них не только свои силы, но и душу. Мария Рондаревич, Тамер Малак. Специально для студии «Хорошего настроения».